Девочки, всем привет! Я буквально только из магазина и решила начать этот блог с необычной темы. Я обычно рассказываю в своих видеоблогах о вязании, но я решила начать дополнительно ввести еще и канал о косметике, которой я пользуюсь. Это белорусская косметика. Я очень долгое время пользовалась различными импортными средствами, то есть брендами какими-то там известными, неизвестными. Но потом просто как-то так получилось, что один раз попробовала, купила, второй раз попробовала, купила белорусскую косметику. Я очень довольна производителем нашей косметики. Я знаю, что в России очень многие любят нашу белорусскую косметику. Я сейчас хочу просто показать, что я купила. Это то, чем я пользуюсь на постоянной основе. Так, девочки, смотрите. Вот это такой шампунь. У меня волосы крашеные. Плюс ко всему к этому я еще и сделала себе не так давно химию. Биохимическую завивку. Вот. И я на протяжении уже долгого времени, длительного, пользуюсь вот таким шампунем. Посмотрите, это вообще шик. Мне очень нравится этот шампунь. Это Белита. Наш белорусский шампунь. Вот. Посмотрите. Вот такая вот огромная банка. Здесь тысяча миллилитров. Мне этого шампуня хватает, наверное, я не знаю, насколько. Может быть, на месяца два точно. То есть, как бы, даже, наверное, больше. То есть, это большая такая банка. Это шампунь защиты для окрашенных и поврежденных волос. Вот, посмотрите. Решила вам давать такие советики. Кому это, может быть, будет интересно, кому-то, не знаю. Вот. Вот такая огроменная банка. Здесь очень хороший состав. Голова не грязнится абсолютно. Достаточно длительное время остается чистой. И сейчас покажу также. К этому шампуню я всегда покупаю бальзам. Вот. Бальзам-кондиционер. Той же фирмы. Вот, посмотрите. Это фирма. Здесь 500 миллилитров объем. Бальзама мне хватает на практически на полторы такие бутылки. То есть, бальзамом я пользуюсь постоянно, точно так же, как и шампунем. И получается, что у меня остается с бальзамом еще количество, его какое-то определенное, которого мне хватает на начало следующей банки. Вот. Очень советую, потому что у меня волос достаточно тонкий. И, ну, волосы, как бы, волос немало на голове, но они тонкие. И вот этот вот уход именно я нашла. То есть, какими я только брендами не пользовалась, честно. Настолько все вообще мне не подходило. Я сейчас спокойно хожу просто со своей прической стабильно два дня. И даже могу еще и на третий день не мыть голову. То есть, для меня это что-то. Я мыла голову через день. С учетом того, что у меня сделана биозавивка на волосах. Понятно, что они стали более сухие. Но, тем не менее, я просто советую. Реально классная косметика. Вот. Я хотела просто начать с этого свое видео. Вот. Кому-то нужно, если еще раз показать. Вот я покажу вам. Вот, посмотрите, фирма. Вот. Профессионально. Это профессиональная косметика Белита. И еще раз покажу шампунь. Сейчас, чтобы было видно. Вот. Это Белита. Смотрите. Хотя Белитой пользуюсь давно. Я даже декоративной косметикой пользуюсь Белита. Ну, как бы говорят, что Белита, это на самом деле уже не белорусский бренд. Это там и польский. Не знаю, где его производят. То есть, я постоянно хожу в один и тот же магазин. У нас здесь в районе. И общаюсь с хозяином, с хозяйкой этого магазина. Поэтому знаю, о чем говорю. Вот. Ну, не знаю. Как по мне, так, ну, Белита считается белорусской косметикой. Поэтому я так немножко. Я, конечно, не супер-мега знаток во всем этом. Но решила с вами вот начать делиться еще тем, чем я пользуюсь из косметических средств. Кстати, вот еще хотела добавить стоимость такой бутылки 12 белорусских рублей. Ну, это смех. Просто кто живет в Беларуси, знает 12 белорусских рублей. Стоит вот эта вот банка 1000 миллилитров, которой вам хватит стабильно на 2 месяца точно. Вот. Это то, что я хотела сказать в этом видео. Продолжение будет далее. Девочки, всем еще раз привет. Посмотрите, какая милота. Я сейчас как раз в процессе. Я думаю, что уже все. В этом видео я соберу свою мышку. Я скидывала фото. Не раскрывала секрет. Что же это будет за герой? Это такая игрушка по платному мастер-классу. Вот. Просто решила немного показать процесс. Посмотрите, какая работа. Вообще, вот такой вывязывается топик. Штаны. Это нечто. Если честно, я сама не ожидала, что я буду делать такую игрушку. Вот такие вот кеды. Я уже показывала немного процесс работы. Ну, вот так вот получается у нас такая вот мышка. Вот здесь будет голова. Мне осталось сделать только ручки. Вот это вот хвостик. Везде вставлена проволочка на каркасе. Посмотрите, какая вот кофточка. Это просто нечто. Кстати, еще хочу сказать. Я первый раз вяжу игрушку другим способом. Столбиками, полустолбиками, без накида. Я все время смотрела, вот слушала мастеров, которые вяжут таким способом. Ну, и как-то не придавала значения. А потом купила этот мастер-класс. Этот мастер-класс я приобретала у Марии Веровой. По-моему, Верова фамилия. Это автор таких вот оригинальных игрушек. Вот. Решила просто связать для наполняемости. Возможно, для ярмарки, если у меня ее не заберут, не купят. Не знаю. То есть дешевить эту игрушку не буду. Вот сначала закончу, потом покажу уже и назову стоимость. Вот посмотрите, даже такая сумочка. Шоппер у нее есть у этой мышки. Вот такая замечательная. Посмотрите, какая вязка. Я вам просто покажу на голове. Это просто меня восторгает. Полустолбики с накидом. Это, конечно, очень хорошая вязочка получается. Тугая. Вот видите, плотненько вообще. Все так петелечка к петелечке. Очень аккуратненько. Мне нравится. Но единственное, конечно, тяжеловато пока вязать этим способом. Без привычки. Но мне нравится. Вот такая вот классная мышка получается. Обязательно в этом видео я ее уже доделаю. У нее будет еще один необычный аксессуар, который я еще не начинала вязать. Первый раз тоже буду такой аксессуар вязать. Все покажу уже в этом видео. И еще хотела добавить, что я приобрела новый мастер-класс у Марии Кинсли. Ее классного лисенка нового. Там прям лисы огромные. Поэтому тоже начинаю работу над этим лисом. Классненьким. Не знаю еще пока, какого размера буду делать. Ну, кто знает, какие там у Марии Кинсли игрушки, тот, конечно же, видел их. Но вот я начинаю работать тоже над лисом. И еще момент. Не хочу ничего планировать и загадывать. Видела все ваши комментарии, предложения по поводу бесплатных мастер-классов. Что можно отснять. В ближайшее время обязательно что-то из этого я сделаю. Но у меня появилась новая идея новой авторской игрушки. И, внимание, подписчики, скорее всего, эта игрушка будет платной. То есть мастер-класс, скорее всего, я сделаю в PDF-файле в платном формате. Не могу ничего точно обещать, говорить, но планирую. Потому что я думаю, что такая игрушка, которую я придумала, все-таки стоит уже продавать платно. Вот. Поэтому я тоже начинала, начала уже над ней работу. Будет прикольненькая, оригинальненькая игрушка. Может, не для каждого, но тем не менее. Поэтому подписывайтесь на мой канал. Впереди много чего интересного. Очень обширный получается блог. Но я все-таки решила в этом видео также показать еще свои новые покупочки. Немножко тут на Вальберисе опять потратила денежку. Но это, скажем так, все для дела. Заказала вот такие открыточки. Зима, время подарков. Короче, я не знаю, что ты меня так переклинила. Но я их увидела на акции. Здесь 30 штук. Короче, как это говорится, готовь с Аней летом. Да? Вот. Есть такое выражение. Ну, короче, я уже готовлюсь к Новому году. Мне уже самое стало смешно, когда я их увидела. Не знаю, почему я их заказала. Честно, вообще. Просто вот наткнулась. Мини-открытка-подвеска. То есть, они на таких... С такими дырочками, я так понимаю. Я даже не буду их пока открывать. Пускай они пока полежат. Ну, вижу, что все вроде целое. Я не думаю, что здесь будет меньше штук, чем было указано. Вот. Вот такие открыточки. Это как бы к заказикам. Честно, вообще не знаю, что меня так сподвигло заказать эти открытки. Ну, и вот, заказала что-то очень классное, большое. Давайте открывать и все смотреть. Девочки, это полка. Полка для ярмарки. Короче, не знаю я, честно, поеду я на эту ярмарку или нет. Ну, я уже готовлюсь. Точно могу сказать, что по цене она была недорогая. 23 рубля белорусских. Это полка. Она двухэтажная. Вообще, не знаю, я честно скажу. Я еще даже не знаю, какой буду брать с собой стол. Ну, такой нужен стол для ярмарки. Можно даже... Это для отдыха, на природу. Вот. Ну, мне все нравится. Я почитала отзывы производителей этой полочки. Она пришла такая в разобранном виде. Очень качественно сделана. Все обработано. Это дерево. Я так понимаю, что его можно еще и красить вдобавок. Здесь вот такие вот детальки. Их много. Ну, в принципе, вот я смотрю сейчас. Все аккуратненько. Все детальки обработаны. Ну, такая как бы неплохая вещь. И вот здесь такие вот две, на которые крепятся две штуки. Ну, скажем так. Мне, в принципе, нравится. Так, ну, вот полочку я собрала. Очень просто она собирается. То есть, ну, под силу любому. Вот, посмотрите. Вот так вот она сзади выглядит. Она легко собирается, легко разбирается. Мне понравилось, что здесь такие широкие полочки. Ну, мне кажется, классно. Даже можно сейчас прям вот рассадить игрушки. Почему нет? Вот, поставим нашу куклу Еву. Так. Сейчас я поставлю. Посмотрю, как будет смотреться. Самое даже интересно. Доставалась коробочек своих игрушек. Они немножко у меня не лежат хранятся. Поэтому, может быть, ушки немножко где-то не совсем ровненькие. Можно второго Дина посадить. Ну, конечно, нужно подбирать, какие игрушки на эту полку поставить. Но, мне кажется, очень даже стильно смотрится вообще. То есть, вот если поставить, например, столик. И на столик эту полочку. То очень даже классно. Вот, видите, у меня там кукла Маша лежит. Кукла Алерт, кстати. Вот вообще очень много игр. А, вот, кстати, да. Кот Кекс и Мишка. Это все платные мастер-классы Марии Кинсли. Вот, видите. Все мастер-классы ее у меня не обманываю. Вот такие вот красивые игрушечки. Ну, вот, девочки, наша красотка готова. Посмотрите, какая классная мышка у меня получилась. Я сама, если честно, в таком восторге. Вот, посмотрите. Плотнейшая вязка. Это новый способ вязания, который я рассматривала у различных мастеров, но не пробовала им вязать. Это вязание полукрестиками. Обалденное вообще, если честно, вязание. Способ вязания, но достаточно непростой, сложный. Просто данный мастер-класс я приобрела у автора Марии Веровой. И в данном мастер-классе она вяжет именно вот этими полукрестиками. Я там в этом видео уже говорила про способ вязания. Немножко я ошиблась. Не полустолбики, а полукрестики. У меня просто в голове каша с этими названиями вязаниями. Вот. Посмотрите, обратите внимание, какая плотная вязка получается. Но, конечно, когда ты вяжешь в первый раз таким способом, это сложновато. Все связано полукрестиками, абсолютно все. И кофточка. Кстати, данная кофточка снимается. Я уже просто не буду показывать. Вот. Этот шоппер тоже вот сумочка такая. Тоже, кстати, вязала сумочку полукрестиками. Тоже вот так вот он просто вешается на ручку. Вот, посмотрите, штанишки эти не снимаются. Ботиночки тоже полностью вывязываются. Здесь все ввязывается. Вот такая мышка Пикси ее зовут. Кому нужна ссылочка на автора, пишите. Вот сзади так она выглядит, наша мышка. Тут у нее такой хвостик. Вот, сейчас покажу. В хвостике вставлена каркасная проволока. Вот здесь вот его можно в любом, скажем так, делать изгибе. Полностью во всей мышке тоже вставлен каркас, кроме ручек. В ручки я решила не вставлять. То есть ручки так мало набиты, чтобы было более удобно одевать кофточку. Вот здесь вот у нас такие, посмотрите, усики сделаны из лески. Леску я взяла такую тонюсенькую, не крупную. Вы можете, конечно, брать покрупнее, если будете делать такую игрушку. Но я в восторге. Высота этой мышки 32 сантиметра. Вот, и еще сейчас я покажу вам. Я уже вот-вот на этапе доделывания еще одного аксессуара. Просто он оказался достаточно сложным. И я пока еще в процессе, но не удержалась. Решила отснять мышку, потому что хороший свет упал. Погода. Как раз солнце спряталось, и можно хорошо отснять. С этим целая проблема, потому что я вообще далека от всяких этих вопросов съемок. Не разбираюсь абсолютно. Как могу, так показываю. Вот. Продаю данную мышку я за 85 белорусских рублей. Это именно данная мышка стоит таких денег. Но, если ее выполнять под заказ, она будет стоить еще дороже. Вот. Это, в принципе, вообще достаточно низкая цена для такой игрушки. Вяжется она очень-очень скрупулезно. Очень тонкая работа. Посмотрите, этот топ вывязывается на теле. У него тут как бы лифт такой вяжется. Вот этот ремешок пришивается отдельно. Короче, работа здесь, непочатый край. Вот эти вот, чтобы хрому сделать. Посмотрите, даже на штанах вот так вот прострочка я вышивала. Карманы, ширинку. То есть, ну это вообще, это очень такая тонкая работа. Поэтому, надеюсь, вы оцените. Напишите, как вам. Если вам нужна ссылочка на автора, я вам обязательно отправлю. Пишите. Вот. Мне вообще нравится вязание таких вот игрушек. Неординарных, с тонкой работой, ну тонко вязаных. Вот. Мне кажется, вообще вот такую игрушку прекрасно можно взять с собой на ярмарку. То есть, в принципе, я вязала ее просто, ну как бы по желанию, именно, чтобы она была у меня в наличии. То есть, не на заказ. А мастер-класс наткнулась случайно на мастера и увидела. У нее очень много разных такого плана игрушек. Но эта мышка, она меня просто вообще потрясла и вдохновила. Так, сейчас закончу еще один аксессуар и покажу еще раз уже в полном, как сказать, в полной готовности к продаже. А вот и наш аксессуарчик. Посмотрите, это очки. Ребята, я сама в шоке, что я смогла такое сделать. Они вязаные, и в них полностью вставлена каркасная проволочка. Вот так вот наши мышки, маячки одеваем. Посмотрите, вот теперь мышка полностью готова к продаже. Это улет. Честно, я сама смотрю, не могу насмотреться. Можно вот так вот я очки на голову одеть сверху. Честно говоря, с этими очками провозилась я, в принципе, недолго. Вот здесь тоже такая идет у нас проволока. И она обмотана ниткой, которая приклеивается на клей. Вот, посмотрите. Конечно, мастер-класс суперский. Спасибо большое автору этого мастер-класса, Марии Веровой. Потому что я даже получила огромное удовольствие от вязания данной игрушки. И узнала много нового, интересного деталей, аксессуаров. Потому что я даже и не видела нигде в интернете, что можно вообще вязать такого плана очки. Честно говоря, я сама первый раз вижу такое. Но когда подробно все так описано и вообще, ну, честно, это здорово, когда есть такие мастера. Повторюсь, данная мышка в наличии. Стоимость этой мышки 85 белорусских рублей. Не знаю, возможно, я дешевлю цену. Я думаю, скорее всего, это все-таки дешево для такой работы. Но пока так. Под заказ она будет стоить дороже. Если у меня ее заберут и кто-то захочет заказать. Но я буду таких мышек делать для своего наличия. Всегда стараться, чтобы хотя бы одна мышка такая была. Потому что, ну, очень такая, мне кажется, прям презентабельная игрушка, с которой можно показать себя. Всем спасибо за просмотры. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Мари вяжет. Впереди будет много чего интересного. Платные и бесплатные мастер-классы. Обзорчики. И также хотела спросить у всех своих подписчиков. Я в этом своем блоге решила рассказать немного о белорусской косметике. Напишите, интересно ли вам, чтобы периодически были вставлены такие обзоры на косметику, которой я пользуюсь. Пишите. Всем пока.